Друзья, хочу посоветовать вам канал Михаила Карповича. Этот парень делает множество разных обучалок и рассуждает на разные темы. Например, плюсы и минусы тренажерного зала. Еще у него есть проект Race of Life. Это амбициозный проект, который набирает обороты. Хочешь узнать больше? Ссылка в описании. Подписывайся. Всем привет, друзья! Сегодня мы поговорим о таком заболевании, как кифоз грудного отдела позвоночника. Все знают, что это такое. Это когда позвоночник искривляется вот таким вот образом. Вот такое нормальное состояние нашего позвоночника. Ненормальное состояние, это когда он скругляется, то есть наши плечи округляются вот так. И мы ходим вот таким вот образом, что у нас спина вот такая, а не вот такая. Почему это происходит? Это происходит по нескольким причинам. Первая причина, это так как 21 век это век технологий, инфотехнологий, то многие дети там, не знаю, да и взрослые, все сидят в компьютерах, в планшетах, везде. И какая поза? Ясен петь, они не сидят вот так, они сидят вот так. Это логично. И взрослые, и дети, и все поголовные. Это первая причина. Вторая причина. Многие сейчас, ну как многие, я не знаю, ну много людей качается, да, сейчас. Многие заинтересованы накачать там грудь, плеч, пресс, особенно пресс любят качать. И что происходит? Когда вы не качаете спину, или мало качаете спину, но в основном качаете там плечи, грудь, потому что вы видите себя в зеркале, типа вот так, да, спину-то не видите, и хочется накачаться вот тут, чтобы видеть себя в зеркале крутым. Что происходит? Когда вы качаете плечи, у вас сгибается вот так, когда качаете грудь вот так, а когда пресс вот так, и вы, получается, ходите вот так, у вас все эти мышцы, Они сгибают вас вперед, и вы как обезьяны ходите. Я уверен, вы видели таких качков не один раз. И сегодня я хочу вам показать упражнения, которые помогут вам избавиться от этого кифоза раз и навсегда. Я, естественно, эти упражнения придумал не сам. Я их взял у очень хорошей девушки, специалиста в этом направлении Ольги. Ольга, если ты смотришь, привет тебе. Итак, что нам нужно сделать? Нам нужно восстановить подвижность наших позвонков в грудном отделе. Поэтому будут все упражнения из этого комплекса направлены именно на восстановление подвижности позвонков. Первое упражнение такое. Вы должны положить ваши руки на пояс и делать вот такие упражнения. На выдохе у вас вот сюда идет скручивание, а на вдохе выкручивание. То есть делайте вот так. Старайтесь как можно сильнее выдавить свой позвоночник назад, напрягая все мышцы. И как можно сильнее, наоборот, вдавить его вовнутрь. Делаем это упражнение 10 повторений и переходим к следующему. Вот здесь мы раскрываемся, вот здесь скрываемся, вот здесь раскрываемся, здесь снова скрываемся. Что получается? Вот здесь, когда мы раскрываемся, то у нас идет вдох, когда мы скрываемся, то идет выдох. Делаем таких по 10 повторений в каждую сторону и переходим к следующему упражнению. Значит, на вдохе мы наклоняемся в одну сторону, на выдохе в другую. И медленно вот так скользим по телу. Полетели. Тело у нас должно быть всегда абсолютно прямое. То есть мы не сгибаем его, держим в прямом положении и делаем вот такие движения. Выдох в одну сторону, вдох в другую сторону. Делаем 10 повторений на каждую сторону. Следующее упражнение выглядит так. Его обычно называют кошкой, либо как-то по-другому, не знаю. Суть в том, что вы должны встать вот в такое положение. На вдохе у вас идет спина вниз, на выдохе вверх. Тут работаете не только спиной, но у вас работает таз. Идет все от таза. Получается, смотрите как. Что получается? Получается то, что вы должны вверх делать максимально как бы выпрямлять вашу спину, выгибать, да? А вниз, наоборот, ее вгибать должны тоже максимально сильно, чтобы прям чувствовались вот эти мышцы, которые работают просто жестко. Делаем таких 10 повторений и переходим к следующему упражнению. В этом упражнении нам нужно поставить локти строго под плечами вот таким вот образом. Встаем примерно 90 градусов у нас между ногами. Вот тут должно и животом быть. Встаем вот таким вот образом. Значит, на вдохе мы уходим вот так вот вверх и задерживаем дыхание на 10 секунд. И остаемся в таком положении. Лицо у нас прижато немного подбородок к груди. Смотрите, как это выглядит. И обратно выходите в такое положение, прогибаете спину и взгляд уже направлен вперед. И заново делаем. 10 секунд так стоим, максимально выпрямляем нашу спину. И обратно. Итак, повторяем 10 раз. Следующее упражнение очень интересное. Мы должны встать вот в такое положение опять. Руку поставить вот таким вот образом. Левая рука у нас ложится на плечо. И делаем вот такие вот маленькие такие движения. То есть стараемся прочувствовать мышцы спины в грудном отделе. Растягиваем их. Секунд 10 поделали. Потом руку плавненько уводим вот сюда. Лицо опускаем вот так, ложимся. Эту руку беремся за наше левое бедро. И расслабляемся в таком положении. Потом на вдохе отжимаемся. Переходим к следующей руке. А наоборот, правая рука теперь так же делает. И погнали. Поделали секунд 10. Правая рука сюда уходит опять. Ложимся лицом на пол. Беремся левой рукой за правое бедро. И расслабляемся в таком положении. Чувствуем, как мышцы расслабляются. На одной стороне, а на другой натягиваются. Как же это приятно. Так можно проделать где-то по 5 повторений на каждую сторону. Прикольное упражнение. Следующее упражнение мы должны лечь вот в таком положении. Просто ложимся. Руки у нас, получается, под плечами идут ровно. Выгибаем максимально спину вот так. Подбородок у нас уходит вверх. Лежим вот в таком положении секунд 20. И делаем дыхательное упражнение. Вдох носом, выдох ртом. Поза сфинкса очень хорошо расслабляет и вытягивает наши грудные отделы позвонков. Короче, хорошо вытягивает позвонки. Так лежим 20 секунд. Потом еще повторяем несколько раз. После того, как вы повторили такую процедуру секунд 40. Да, в несколько повторений. То есть один повтор, второй повтор, расслабились и так далее. Теперь переходим в такое же положение, в котором мы и оставались. И делаем вот такое вот упражнение. Вниз мы делаем вдох. Вверх выдох. Встаем в позицию сфинкса опять же. Вдох. Выдох. И максимально вытягиваем наш позвоночник. Повторяем так 10 повторений. Еще упражнение такое. Мы ложимся опять же. Руки у нас на бедрах. Выгибаем спину назад. И делаем вот такие вот упражнения. Мы должны скользить по тазу, пытаясь коснуться наших коленок. Смотрим вперед. При этом не забываем дышать. В одну сторону вдох, в другую выдох. И делаем таких тоже 10 повторений. Следующее упражнение выглядит так. Мы ложимся вот таким вот образом. Подгибаем колени. Они должны быть где-то в 90 градусов у нас. Кладем руки вот таким вот образом. То есть ладошки должны быть вместе сначала. Они лежат на полу. И мы потихоньку делаем вот так, как будто скользим по другой ладошке. Потом раскрываемся. Руку кладем на пол другую. И потихонечку скользим обратно. Вот здесь делаем выдох. Тут наоборот вдох. Прям чувствуется, как прорабатывается эта сторона. И также на другую сторону пропорционально. То есть ложимся. И поехали делать в эту сторону. Надеюсь, вы поняли. Делаем в каждую сторону по 10 раз. Следующее упражнение тоже очень крутое. Мы должны лечь на пол. Ноги вытянуть вперед. Напрячь их. То есть носки вытягиваем туда. Ложимся вот таким вот образом. Берем ручки в кулачки. И вот так. И значит, смотрите. На вдохе делаем вот так. На выдохе расслабляемся. Сводим лопатки вот так. Вот здесь сводим лопатки. На выдохе разводим. Чувствуем, как работает спина. Аж хрустит все. Отлично. Делаем таких 15 повторений. И в конце расслабляющего упражнения мы должны поднять ножки вот таким вот образом. Руки положить рядом с тазом. Удлиниться копчиком вниз. И расслабляемся. Лежим так минуты 2-3. Чувствуйте растяжение в вашей спине. Старайтесь копчиком тянуться туда. Вперед. Растягивайте ваш позвоночник. Ну что, друзья. Надеюсь, вам понравилось это видео. Я надеюсь, вы будете выполнять эти упражнения. Потому что Ольга очень хорошая девушка. Я ей доверяю. Я также делал ее упражнения при остеохондрозе. Очень хорошо помогает. Поэтому, друзья, делайте, выполняйте. Отличные упражнения. Надеюсь, вам понравилось это видео. Поставьте лайк. Подпишитесь на канал. Напишите, какие еще упражнения на какие группы мышц вы хотите увидеть. Может быть, на остеохондроз. Может быть, на что-то еще. Что там радикулит, либо что-то такое. Я не врач, но я найду упражнение и вам покажу. Спасибо за внимание. Увидимся в следующем выпуске. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok